В этом видео я расскажу, как достаточно просто пройти эскалацию The Last, похоть, и выполнить испытания поручения похоти, умозаключения и крутые самозванцы. При этом я расскажу, как выбрать обожателя на основании трех подсказок. Наши задачи входят определить тайного обожателя, устранить семь самозванцев и при этом маскировку менять нельзя. Как только я начинаю, я открываю карту. Я выбрала этот вариант, так как три цели находятся очень близко. Первым делом я беру ключ, арбалет, он нам пригодится. Ключ нужен для того, чтобы открыть сейф, где лежат подсказки. Соответственно, нам нужно собрать три ключа. Вот второй ключ. И теперь я направляюсь в офис Хиршмюллера. Здесь я прикатываю канцелярский нож. Он нам пригодится. И по вентиляции продвигаюсь к кабинету Хиршмюллера. Здесь просто пробегаю и прячусь за колонной. Как только охранник отходит от сейфа, сейф можно открывать и забирать подсказку. Первая подсказка у нас есть. Здесь я жду, пока камера слежения пройдет мимо. Иначе можно попасть в нее. Снова поднимаюсь. И так же по вентиляции перебираюсь на другую сторону помещения. Сначала я пойду на второй этаж. То есть это минус первый уровень. И только потом спущусь вниз. Снова к залу. Сначала нам нужно взять третий ключ, чтобы открыть три сейфа. А ключ у нас находится здесь. Я его забираю и возвращаюсь назад. Второй сейф прямо перед нами. Тут нужно дождаться, когда охранник, который идет прям к нам, встанет спиной к нам. И тогда можно стрелять из арбалета в этого персонажа. Быстро открыть сейф и забрать вторую подсказку. И тут же убежать. Теперь мы спускаемся на уровень ниже, где у нас находится третий сейф. Я беру аккумулятор, но первым делом я включаю радио и только потом бросаю аккумулятор. Только в этом случае оба сторонних персонажа направятся к тому месту. А я тем временем открываю третий сейф и забираю третью подсказку. А теперь посмотрим на подсказки. Первая – безоблачный воздух, вторая – в котором я стою, и третья – наслаждаясь виски. У меня вышло, что это не курящий персонаж, не танцует и пьет виски. Я составила таблицу возможных вариантов и указала их пол и главные приметы. Как вы видите, на основании двух подсказок у нас четыре пары. В трех случаях из четырех по третьей подсказке с учетом напитка вы можете определить однозначно обожателя. А в одном, как у меня, есть вероятность 50 на 50 указать его. Так как оба не курят, не танцуют и пьют виски. Здесь можно подарить букет обожателю в любом порядке, то есть в самом начале, середине, по мере того, как вы будете устранять самозванцев, или в самом конце, как я и сделаю. Я решила выбрать мужского персонажа в смокинге. Посмотрим, удастся ли мне угадать его. А сейчас я прячу за этой колонной и ожидаю первого самозванца, это женщина, у которой будет пистолет с глушителем. я бросаю канцелярский нож и подбираю его. Это будет мое оружие, которое не воспринимается как оружие и тем не менее позволяет убить цель. Тела можно прятать за диванами. Тогда их в принципе никто не заметит. Вот, первого персонажа я убрала. Подбираю пистолет, чтобы он не привлекал внимание. И бегу к граммофону. Это самый простой способ всех самозванцев ликвидировать. Первым делом подойдет эта женщина. у нее будет монетка, которая нам очень-очень пригодится. Так как на монеты персонажа реагирует лучше всего. Я ее убиваю и тело прячу за углом. тут надо не забыть закрыть дверь, чтобы никто не увидел. И я продолжаю свою работу. А теперь я просто привлекаю внимание этой монеткой всех по очереди. Это не так быстро, но надежно и очень безопасно. я снова готовлю канцелярский нож, потому что им убивать достаточно быстро и вместе с тем я могу его держать в руке. Никто не замечает. Вот я ликвидировала третьего самозванца. тело его также прячу за угол. У каждого персонажа своя вещь. У этого персонажа была осколочная граната. А теперь я снова бросаю монетку, чтобы привлечь внимание очередного персонажа и чтобы он подошел на достаточно близкое расстояние, чтобы услышать граммофон. А дальше он сам уже подойдет в угол. Сейчас я привлекла внимание этой женщины. Это как раз второй вариант, который мог бы быть в качестве обожателя. Она тоже не курит, не танцует и пьет виски. И сейчас проверим. Нет, я сделала свой выбор верно. Таким образом, я могу продолжать свое темное дело. Четвертый персонаж устранен. у нее были таблетки со смертельным ядом. Но я не рекомендую применять яд, когда персонажей еще в зале много. Это можно сделать только на заключительном этапе и когда все будут стоять к нам спиной. В данном случае монетка гораздо надежнее и безопаснее. Вот я подзываю следующую цель. и жду, когда он подойдет к граммофону. Ликвидирую его и складываю тело в общую кучу. у этого персонажа ключ от служебного помещения. У нас осталось еще два персонажа, которых нужно ликвидировать. И я пытаюсь снова привлечь внимание. вот женщина почему-то отвернулась, но я не заметила мужчину, который обратил внимание. Поэтому бросила монетку еще раз. все, он услышал граммофон и приближается к нему. и предпослед и предпоследняя цель также с успехом ликвидирована. у нас осталась последняя цель. Последняя, скажем так, самозванка. вот я собиралась привлечь внимание, но ее в зале нет. Она сидела на лавочке и я это не заметила. Пришлось подсвечивать. Теперь я снова бросаю монетку. На всякий случай бросаю еще один раз, чтобы она подошла ближе и уже однозначно услышала граммофон. Кстати, обожатель тоже может стать свидетелем. Поэтому нужно сделать все так, чтобы и он не заметил. все самозванцы устранены. тут можно даже было не тащить тело так далеко. Потому что по сути дела остался один персонаж, наш выбранный обожатель. обожатель. А теперь нам остается только взять букет и вручить ему. И на этом наша миссия будет завершена. все. Задача выполнена. Обожатель верно указан. Таким образом все поставленные задачи выполнены и эскалация пройдена и также вы можете обращаться к таблице которую я привела чтобы выбрать обожателя в вашем конкретном случае. Ставьте лайки и подписывайтесь. Желаю удачи!